И мы с тобою, хомяки, шиба, дожи, в этом мире лишь одни иксы. Крипта падает и болтается в этом боковике вонючем уже последние, наверное, два года, иногда даже не проявляя никакой активности. Многие криптоны отчаялись и покинули рынок. А аналитики называют эту медвежку одной из самых длинных в истории криптоиндустрии. Депрессия продолжается более 500 дней. Хотя некоторые эксперты считают, что худшее уже позади и новая бычка вот-вот на горизонте, некоторые рыночные показатели все еще ниже уровня, на котором были до краха Терры. Поэтому нам в голову пришла идея разобрать, какие триггеры существуют у бычьего рынка, как понять, что рынок наконец-то может позеленеть. Всем привет, с вами Encrypted. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк и мы начинаем. До начала ковида биткоин считали антиинфляционным активом. Эта теория строилась на взаимосвязи между денежной массой и стоимостью биткоина. Чем больше денег печатается, тем выше инфляция и инвесторам нужна защита. А защитой и выступал, собственно, биткоин. Однако экономические стимулы в период карантина и последующие действия Центробанка, в первую очередь ФРС, показали, что биткоин зависит не столько от инфляции, сколько от ключевых ставок, определяющих доходность консервативных инструментов, и бесплатных денег, ну и в целом количество наличных. Аналитик Марко Бюллер даже предложил альтернативную теорию циклов биткоина, основанную не на халвинге, а на данных об активности денежного принтера. Для перезапуска экономики во время пандемии правительства многих стран снизили ключевую ставку и ввели дополнительные стимулы и меры поддержки. Количественное смягчение, фискальные льготы, чеки для потребителей и программы срочного финансирования банков. Сочетание этих факторов привело к росту популярности криптовалюты, которая способна дать больший доход, чем казначейские облигации и банковские депозиты. Однако после того, как основные пандемические ограничения были сняты, регуляторы начали ужесточать денежную политику, чтобы сократить объем денежной массы и снизить высокий уровень инфляции. В результате традиционные финансовые инструменты стали более прибыльными и привлекательными для розничных инвесторов, а темпы роста дохода домохозяйств замедлились, что способствовало более консервативному отношению к рискам. Поэтому весь 2023 год мы наблюдали спад, ускоренный крахом Тера и каскадом крупных банкротств. FTX, Celsius и т.д. Многие криптокомпании и проекты просто не пережили отток капитала и падение цен. Некоторые эксперты считают, что вскоре ФРС будет вынуждена снизить ключевую ставку и запустить денежный принтер для выкупа казначейских облигаций из-за постоянно растущей стоимости обслуживания госдолга и риска рецессии. Ожидается, что это вновь поднимет спрос на рисковые активы и позволит крипторынку повторить траекторию 2021 года или во всяком случае станет фактором будущего роста. Вторым, не менее значимым, хоть и банальным фактором является все тот же надоевший всем уже халвинг биткоина, запланированный на конец апреля 2024 года. Теория рыночных циклов с привязкой к халвингу существует уже много лет и широко распространена среди розничных инвесторов. Халвинг снизит темпы эмиссии биткоина, при сохраняющемся спросе это толкает цену вверх, рост цены стимулирует жадность и фома, что ведет к повышению спроса. Проще говоря, импульс от халвинга и сокращение предложения позволяют на некоторое время раздуть пузырь и запустить булран. И основным доказательством в пользу этого является график биткоина, на котором легко выделить цикличное, повторяющееся движение цены биткоина с привязкой к халвингу. За счет веры в халвин цикла оно может сработать как самосбывающееся пророчество. То есть инвесторы готовы покупать, поскольку ожидает рост, а рост происходит потому, что инвесторы покупают. Итак, у нас есть снижение ставок финансирования и халвин биткоина. Идем дальше. Дальше у нас запуск спотовых криптовалютных ETF в США. Другим важным событием для инвесторов должно стать одобрение регуляторами спотовых ETF на биткоин и эфир. У нас есть подробное видео о биткоин ETF-ах, обновленное уже, поэтому если вы не стреляли и хотите разобраться в этой теме, обязательно посмотрите это видео. Институционалы. Грубо говоря, крупные инвесторы. Инвестиционные фонды, страховые организации, кредитные союзы, банки получат доступ к еще одному инструменту прокси инвестиций в криптовалюты, лишенному недостатков фьючерсных ETF. В свою очередь, операторы спотовых ETF должны хранить у себя на балансе достаточное количество криптовалюты, чтобы при необходимости погасить выпущенные обязательства с использованием базового актива. Что это позволит сделать, что это даст для биткоина? Создать еще один мост между трейдфи и крипторынком, увеличить спрос на биткоин и эфир, предотвратить расхождение цен на спотовом и фьючерсном рынках, представить криптовалюты на реальных биржах в форме регулируемого инструмента. На момент записи этого видео комиссия по ценным бумагам и биржам США, то есть SEC, перенесла рассмотрение всех заявок по спотовым ETF на январь 2024 года. Тем временем, многие эксперты, включая очень солидных ребят вроде BlackRock, говорят, что рано или поздно биткоин ETF спотовый именно будет в США принят. А мы уже видели, как реагирует рынок на принятие спотового биткоин ETF. Жалко, это был фейк, но биткоин очень-очень резко полетел наверх. Следующий фактор – рост сектора RVA, то есть Real World Assets. Real World Assets или токенизированные активы реального мира – еще один мост между trade fee и криптовалютным рынком. Но если ETF вводит криптовалюту на традиционные рынки, то RVA позволяет регулируемым инструментам сырьевых и фондовых бирж торговаться на децентрализованных платформах. Это, в свою очередь, способствует принятию блокчейна, открывает новый канал ликвидности и капитализации для криптоиндустрии, позволяет использовать традиционные активы, то есть облигации и акции для получения доходов в DEFI и снижает входной порог для розничных инвесторов и делает традиционные рынки более доступными. Аналитики Boston Consulting Group ожидают, что к 2030 году капитализация рынка RVA достигнет 16 триллионов долларов. По их мнению, часть этой суммы так или иначе будет вложена в развитые блокчейн-экосистемы вроде эфира. RVA могут изменить направление и степень корреляции между традиционными рынками и криптоиндустрией. Впрочем, сектор пока в зачаточном состоянии и сложно прогнозировать долгосрочные последствия, особенно ввиду отсутствия какой-то понятной регуляции. Ну и раз упомянули про регуляцию, это следующий фактор – развитие регулирования. Отсутствие регулирования позиционировалось как одно из основных преимуществ на ранних этапах развития крипты. Подход основан на принципе, если криптоактивов нет в законе, то их нельзя запретить. И это действительно работало, пока рынок был слишком мал. Но за последние 10 лет изменилось очень многое. Капитализация крипторынка на пике достигла 3 триллионов долларов. Да, это мало по сравнению с реальными секторами экономики, но тем не менее. Это уже невозможно не замечать. Купить биткоин сегодня можно в кошельке PayPal. Регуляторы стремятся контролировать и облагать налогами операции с новым классом активов. Как показал пример SEC, попытки интегрировать криптоактивы в правовую систему без ясного регулирования приводят к репрессиям и создают препятствия для деятельности криптопроектов и компаний. С другой стороны, недостаточное регулирование влечет низкую защищенность инвесторов. И мы это видели на примере FTX и так далее. У пользователей практически нет правовых механизмов для компенсации убытков в случае взломов или ошибок или вообще краха компании. Примеры Terra и FTX показали, что даже если площадкой управляет официально зарегистрированная компания, то шансы на возмещение потерянных средств невысоки. Концепция сопротивления или анархии подходила для индустрии на начальных этапах развития. Сейчас же крипторынок слишком большой, чтобы оставаться незамеченным и расти только за счет гиков и шифропанков. Для привлечения традиционных розничных и институциональных инвесторов требуется безопасная среда, которую и обеспечивает надлежащее регулирование. Кроме того, на восприятие криптоактива может влиять их роль в обходе санкций, незаконной деятельности, спонсировании терроризма или военных формирований. Если раньше условным злом индустрии была торговля в Даркнете, то сегодня к теневой стороне рынка можно отнести финансирование войны РФ против Украины, вывод капитала из санкционных стран и внешнеэкономические расчеты в обход международных правил. Опять же хочу встать тут на сторону крипты, это есть, все понятно, но это не проблема только крипты. Это происходит и в обычном фиате, через нал, через разные обходные пути. То есть крипта это не панацея для террористов и обхождения санкций. Да, это работает, но это не только крипта, скажем так. Но тем не менее для крипты это важно, именно поэтому очень важную роль в будущем цикле роста будет играть именно поведение правительств, центральных банков по отношению к криптовалютам. И вот несколько основных регуляторных трендов могут в полной мере раскрыться в 2024 году. Первое это правило МИКО. Это унифицированный нормативный акт, формирующий единое правовое поле для деятельности криптовалютных компаний на территории ЕС. Он повышает требования к блокчейн проектам, чтобы обеспечить надлежащий уровень защиты и прозрачности для инвесторов. Правило МИКО частично уже действует, а в полной мере будут реализованы к концу 2024 года, что по всей видимости воспринимается крупными игроками как положительная новость. Так Binance и Gemini покинули рынок Нидерландов, рассчитывая восстановить деятельность после внедрения МИКО. Для имплементации стандартов МИКО также ведутся работы над законопроектом о виртуальных активах, регулирующих деятельность криптоиндустрии в Украине. В описании под видео будет несколько материалов об этом немножко подробнее. Плюс у нас был стрим с представителем Юскутум, где мы объясняли, говорили про МИКО, про новые законопроекты и так далее. Поэтому если вам интересно углубиться в эту тему, то переходите по ссылкам в описании и читайте или смотрите. Следующий тренд регулирования это регулирование в Гонконге. В мае 2023 года в юрисдикции вступили в силу новые правила, создающие регулируемую среду для работы криптобирж, операторов стейблкоинов и других компаний, связанных с криптовалютой. На данный момент гонконгский регулятор предоставил лицензию на торговлю криптоактивами лишь нескольким платформам и только для ограниченного перечня токенов. Вероятно в 2024 году больше компаний сможет получить доступ к этому рынку, но там всегда над Гонконгом висит Китай. Ну и собственно разработка специализированного нормативного акта в США. В 2023 году криптовалютные компании на крупнейшем мировом рынке должны защищать свое право на работу и торговлю криптоактивами в суде. Применение правил традиционных финансов в блокчейн-индустрии тормозит ее развитие, а иногда невозможно с технической точки зрения. Еще в сентябре 2022 года Белый дом представил фреймворк для регулирования отрасли, однако работа в законодательных органах все еще далека от завершения. Одним из наиболее перспективных считается законопроект о финансовых инновациях и технологиях в 21 веке, находящийся на рассмотрении в Палате представителей с июля 2023 года. В случае создания благоприятной среды, четкое регулирование в США может реально заложить фундамент для массового принятия блокчейна и ускорить развитие крипты. Ну и запустить цену. Но не стоит забывать о том, что существуют в мире в 21 веке, б***ь, войны. И проблемы, вызванные боевыми действиями, это нестабильность. Последствия этого становятся приоритетной задачей регуляторов в ключевых юрисдикциях, отвлекая внимание от криптоиндустрии. Поэтому, если вы дострели это видео сюда, то обязательно задонайте волонтерам, которым вы доверяете, помогайте ребятам на фронте, чтобы мы как можно быстрее закончили эту войну и начали уже этот еб***щий булран. Ну и теперь подробнее. Следующий фактор – макроэкономическая обстановка. Практически все вышеперечисленные факторы в той или иной мере зависят от изменений глобально, да, в мире. От общей мировой региональной экономической обстановки. Война Раисии против Украины, а также новые военные конфликты на Ближнем Востоке, политические решения природной катаклизмы спровоцировали ряд проблем, косвенно или прямо влияющих на криптовалютную индустрию. Что имеется в виду? Нарушение цепочек поставок, потребительских товаров и промышленного оборудования. Трудности в глобальной энергетической системе и вызванной ими подорожание электрической энергии. Увеличение оборонных бюджетов и фондов помощи пострадавшим странам, следствие чего стал рост госдолга в ключевых юрисдикциях. Макроэкономические факторы приводят к снижению уровня дохода институциональных и частных инвесторов, пересмотру стратегии управления рисками в сторону консервативного подхода и росту операционных издержек. Эти факторы сказываются на высокорисковых рынках не меньше, чем решения ФРС или других регуляторов. То есть для следующего буллрана требуется стабилизация, как ни крути, и улучшение состояния глобальной экономики, которое позволит игрокам снова рисковать. Но вместе с тем это не обязательно так. Ну то есть буллран может случиться и раньше, потому что трудности в традиционных финансовых инструментах в условиях нестабильной экономики открывают новые пути принятия блокчейна и криптоактивов. Через благотворительность, помощь беженцам, операционные расчеты и так далее, и так далее. К сожалению, через обход санкций и так далее. Но как бы я уже говорил, что это проблема не только крипты. Следующий фактор – снижение комиссий. Ключевой сетью для DeFi остается эфир. По данным DeFi Lama на этот блокчейн приходится примерно 50% от объема операций на децентрализованных биржах и аналогичная доля капитализации сектора. Однако даже в условиях медвежьего рынка средняя комиссия за транзакцию в сети составляет 1,5-2 доллара, что все еще слишком дорого для большинства розничных потребителей. По мере вступления в игру уже перечисленных факторов, активность пользователей и стоимость эфира будет только расти, что сделает проблему еще более острой. И возможными решениями тут могут стать следующие. Развитие сетей второго уровня с более низкой стоимостью транзакции. Развертывание EIP4844, которое должно увеличить пропускную способность эфира. У нас, кстати, есть статья «Разбираем EIP4844». Поэтому, если вам интересно узнать подробнее о том, что это такое, почитайте по ссылке в описании. Ну и третье – возрождение альтернативных блокчейнов первого уровня и их экосистемы, как это сейчас происходит в Салоне, например. Стоимость транзакций в сети эфир может стать сдерживающим фактором для общего роста, поэтому их влияние будет ощутимым уже в период восходящего тренда. Кроме того, этот аспект важен и на этапе выхода из медвежьего рынка с низкой активностью, капитализацией и попытками разработчиков сократить возможные издержки. Поэтому устранение барьера в виде высоких комиссий могло бы ускорить восстановление. То есть каждый отдельно взятый фактор сам по себе вряд ли сможет развернуть рыночный тренд и запустить бычий рынок. Но совокупность этих факторов в условии благоприятной макроэкономической обстановки может дать реально кумулятивный импульс для стимулирования активности на рынке. И чем больше факторов будет совпадать, запускаться одновременно, тем выше вероятность и шансы на стремительный рост. Стоит также сказать, что сохраняется возможность негативного развития событий. То есть репрессивное регулирование, изоляция RVA, продолжение текущей монетарной политики от ФРС. Все это может затормозить развитие рынка или привести к более глубокому даунтренду. Но мы уже бывали на медвежке и мы знаем, что рано или поздно все будет хорошо. Нужно просто делать то, что вы умеете делать. Готовиться к бычке, не в смысле сидеть, а строить какие-то продукты, учиться, набирать капитал, зарабатывая, может быть, даже на некриптовом рынке. Передавать себе ценности, находить себе профессии, которые будут полезны на бычьем рынке и так далее. Вариантов очень много. Мы, наверное, если вы напишите это в комментариях, сделаем отдельное видео, как подготовиться к булрану. Потому что это очень важно. Люди обычно сидят-сидят и потом ни с того ни с сего приходит булран, не знаем, что делать, куда бежать, он проходит, все, мы опять сидим без ничего. Поэтому нужно быть готовым к булрану. Если вам это видео было полезно, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайки, напишите в комментариях. Хочу видео о том, как подготовиться к булрану. С вами был Encrypted, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok